Да, приветствую, друзья. Это у меня гость, дорогой Летиция. Такое красивое имя, слушай. Хорошо, Роман Газенко, мой друг, привёл сюда такую красивую девушку. Это ж надо. А когда мы говорили о том, что я готовлю сейчас новую модель работы мозга на доске нарисовать, тот ожидаемый всеми, ну, контент. Вы знаете, почему я просил, кто ещё не записан на Телеграм, тоже туда записаться, потому что скоро мы покажем, как нами манипулируют, и как разгружаются и перезагружаются, произнося какие-то речёвки, и что как это на самом деле, и как противостоять этой манипуляции. И вот сейчас Летиция, ну, это же просто чудо маленькое произошло. Роман, тебе огромное спасибо. А я Романа попросил в это время, чтобы он камерой регулировал, потому что вы же знаете, он и режиссёр, и бывший разведчик, и там киносценарист, и самое главное, прямой-прямой самый наследник, потомок, его дед, ну ладно. Ну, корофей космической медицины, основатель, газелика, ну что вы можете посмотреть в Ютубе. Ну это, ну ладно, он кулаками на меня машет, не буду, но сейчас Летицию попрошу. Дело в том, что когда мы говорили, что мы покажем, как работает мозг, я это покажу скоро, на доске нарисую, доминанты как переключаются, как синхронизация происходит и так далее, и так далее, разгрузка-перезагрузка, и в этот момент вдруг на кухне мы сидели, чай пили, и я Роману говорю, Роман, ты напомнил тогда про батут, как на батуте люди прыгают, и Роман напомнил про охотников, которые там перед тем, как пойти на охоту, делали пляски охотников и так далее, и там есть механизм повторяемого движения. Ну, в общем, короче говоря, Летиция вдруг мне говорит, а я так люблю этот батут, я, говорит, в детстве была счастлива, когда я, говорит, прыгала на батуте. А я говорю, Летиция, а ведь у нас книги в последней, где мы используем энергию страха для создания здоровья, произведений, шедевров и так далее, там же написан этот батут, ну вот если бы не Роман, я бы даже и не сопоставил одно с другим. Давай, говорю, расскажи, когда ты последний раз делала этот батут, и сейчас она нам расскажет, и кое-что покажет, и я ее попрошу. Так что вы настраивайтесь, настраивайтесь. И при этом она говорит, а я и на качелях любила в детстве. А когда, говорю, ты последний раз любила, делала этот батут? Ну, батута-то нету в реальности, она там ездила и в Германию, и там еще куда-то, там защищала какие-то дипломы, там отлично, там какие-то научные труды, я не знаю, чем она занимается, но мы ее поздравили, и вы можете поздравить. Так вопрос-то в том, что я попросил Летицию именно для этой модели работы мозга, а Романа для вебинара будущего, который мы с ним будем делать. Будем работать моделями. Да, мы будем, да-да-да, он не хочет показываться, потому что он помогает сейчас нам. Режиссирует, режиссирует. Спасибо, Роман, спасибо. Как режиссер задает вопрос. Как режиссер. Он мне все время показывает, когда ты говоришь о Летиции, поворачивайся к ней. Я поворачиваюсь, да. Очень здорово, да? Да. А вот без режиссера мы бы так не смогли. Зато я на вас смотрю. Ну, это очень здорово. А теперь я тебя хочу спросить. Ты когда в детстве на батуте прыгала или на качелях качалась, что ты чувствовала? Чувство свободы, чувство, ощущение полнейшей радости. И ногой качает. Вот стала вспомидать, вспомидать, да. И когда начало сосредоточиваться, она стала снимать лишнее напряжение, чтобы легче было вспомнить. Стала качать ногой автоматически. Вот это снимает лишнее напряжение, когда человек на чем-то затачивается. Да, да, да. А теперь то же самое качание ноги, которое помогает снять лишнее напряжение, легче думать. А если ты делаешь на батуте, то же самое качание ноги в другой форме. Это в другой форме. Да, всем телом, да. А можете попросить? Давайте. Да, но батута-то нету, но это можно делать без батута. Хорошо, что соседи нет. Как у меня написано в этой книге, можно делать без батута, без качелей. Да, да, да. Без качелей и без батута делать те движения, при которых вы в детстве были счастливы. Запомните, пожалуйста. В детстве были счастливы, когда что-то делали. Вы можете это смоделировать. Это и есть элементы ключ-два. Так, давай, поехали. Прыгаем. Да, и расскажи, когда ты последний раз в жизни вот так прыгала. Честно говоря, ну, вообще-то я это делала иногда дома. Ну, когда последний раз? Ну, я ощущала, вот, когда у меня ощущение было, что я сейчас не могу выйти на улицу, я просто побегаю на месте. Так, ну, последний раз когда это было? Ну, перед экзаменом, вообще-то. Ну, когда это было примерно? Ну, час назад, час назад, месяц назад, год назад. В мае, в мае, когда у меня экзамены были. А сейчас у нас? Сейчас у нас июль. Июль. Сейчас у меня все спокойно. Месяц прошло. Да, месяц прошло. Месяц назад, ты месяц не прыгала. В ковидные времена абсолютно идеально можно прыгать на месте. Да, да, да. Да, давай попрыгайся. Так что вот батут. Вот батут. А сколько минут? Вот там понятие дозы есть. В методе ключ есть понятие дозы. Если вы делаете действие, синхронное вашему состоянию текущему, 5 секунд, один результат будет. Если вы делаете 5 минут, другой результат. И в зависимости от того, что вы хотите, вы можете регулировать свое состояние. А потом вы можете перед экзаменами, ты сказала, делала, да? Да, инстинкт ей подсказал. А мы как раз это озвучиваем, осознали, что человек перед какими-то ответственными ситуациями инстинктивно что-то делает. Какая талантливая тут сия. Потому что ей природа подсказала сделать то, что в детстве ты делала, и то, что тебе давало удовольствие. Таким образом, и как ты сдала экзамен? Ну, отлично. Ну, отлично, молодец. Ломан, спасибо тебе. Не зря твоя фамилия Газенко. Ну, ладно, ладно. Ты знаешь, я шутник, я могу пошутить, и все тебя знают и любят. Единственное, что ты иногда команды даешь. Ну, вообще-то я офицер. Вот, 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 я его сейчас начинаю, да, 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 начинаю. Вообще-то он говорит, я же режиссер. Офицер вообще. Офицер? Ну, конечно. суши я не забыл я просто для того чтобы еще раз напомню что роман она серьезный человек и я ему благодарен и вы все напишите ему приветствия люсия спасибо тебе огромное ты не только такая красивая девочка еще какая умница это отличный диплом у тебя красные тому подтверждение как тема какая была тема сложная тема была стратегическая роль управления арктики в контексте нового мирового порядка это точно для школы человек будущего homo futurus до встречи друзья до встречи